Добрый вечер. Как всегда в этот день и час на телеканале вариант программа «Врач на дом». Как всегда мы говорим о том, что интересует и беспокоит жителей 33 региона и, разумеется, отдельно взятого города Владимира. Сегодня у нас в гостях на вопросы, которые нас, разумеется, волнуют, ответит врач-пульмонолог, гладый пульмонолог Департамента здравоохранения Администрации Владимирской области Игорь Петриков. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, зрители уважаемые. Полгода мы с вами не виделись, вопросы есть. Но для начала предлагаю напомнить тем, кто впервые нас видит на экране, чем же занимается врач-пульмонолог. Врачи-пульмонологи занимаются болезнями дыхательной системы. Это болезни бронхов, болезни легких, такие как пневмония, астма, хронические бронхиты, ну и другие заболевания, связанные с поражением органов дыхания. За исключением, конечно, носа и горла, которыми занимается лор врачи. С лор-специалистами, о болезни, скажем так, с лор-специалистами поговорим в другой раз. А сегодня я предлагаю начать нашу программу с хронических заболеваний. Ни для кого не секрет, что хронических заболеваний достаточно много, в том числе и пульмонологического профиля. Это, наверное, в том числе и атмосфера наша, экология дает себе знание. Давайте об этом и поговорим. Что это за болезни, хронические заболевания, насколько ли, скажем так, сложно ли их вылечить, можно ли от них избавиться. Хронические заболевания в основном в сфере пульмонологов – это хронические бронхиты, как простые, так и так называемые обструктивные, когда у человека хрипы, когда нарушен выдох. Это бронхиальная астма, это десятки тысяч пациентов в нашем, например, регионе. Это пневмонии, конечно, никуда не денешься от ковида, потому что он тоже внес свою лепту, и у многих пациентов, уже выздоровевших от ковида, так называемые постковидные синдромы, остаточные явления после пневмонии, и количество таких людей достаточно большое, которые даже перенеся ковид, еще недостаточно от него восстановились. И хронические болезни, они на то и хронические, что беспокоят человека постоянно, как правило, затихая в летний период, разгораясь в осенний, в зимний, обостряясь и долго не успокаиваясь после простуд. А, например, такие, как астма, наоборот, в летний период при аллергии на пыльцу растений могут беспокоить еще больше, и многие пациенты, так скажем, напряженно ждут этого сезона. Поэтому работы хватает к пульмонологам. Хобл относится к вашему? Да, конечно. Хобл – это одна из таких величайших проблем, массовых проблем. Это тоже десятки тысяч пациентов. И в первую очередь это курение, последствия курения, и последствия вредных производств, вдыхание вредных аэрозолей, газов, литейное производство, запыленность. Потому что многие и пренебрегают респираторами на работе. Ну и, конечно, к сожалению, еще большое количество людей курит. Хотя надо отдать должное, что в целом сокращается это количество. То есть вредные привычки, особенно у молодежи, из моды постепенно выходят. Все больше людей, поддерживающих здоровый образ жизни, что вселяет оптимизм. Ну, дай-то Бог, если к каждому прислушаться, представителям старшего поколения сложнее гораздо избавиться от этой привычки, когда она еще была в моде. Но все реально. Ну, дай-то Бог. Я просто вспоминаю в другой раз наш старый советский фильм, тот же Иван Бровкин говорит, Ванюшка, в первую очередь, загури, Татьяна Пельцева, помните, у колодца. Поэтому тоже пропаганда. Ну, сейчас, во-первых, пришло уже вот это осознание вреда, уже накоплено научные знания. И у людей старшего поколения чуть другая ситуация. Если молодому человеку можно объяснять, что когда-нибудь тебе будет плохо, он не очень в это верит, все же хорошо, то человек уже, так скажем, старшего поколения, второй половины жизни, он уже прекрасно понимает, о чем речь. И зачастую он мечтает прекратить курить, мечтает изменить свою жизнь. Ну, откладывает, не решается. Ну, когда-нибудь этот день придет. Ну, не всегда получается. И вот, что касается вот этих самохронических заболеваний. Насколько они, скажем так, если не излечимы, то, по крайней мере, приглушаемы, так скажем? Сейчас очень большие успехи в лечении. Очень много новых лекарств, комбинаций, субстанций, которые могут действовать и несколько часов, и целые сутки. И комбинации нажимающих на разные кнопочки в организме. То есть, в целом, успехи есть, и они несомненны. Такие болезни, как астма, они вообще прекрасно контролируются. А что касается, ну, что ли, перспектив на лечение, на подходе, там, геноинженерные препараты сейчас стали внедряться. То есть, успехи очень большие в этом плане. Замечательно. У нас первый телефонный звонок. Игорь на проводе. Предлагаю ответить. Игорь, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Сергей. Моего папу звали Виктор. Он выкуривал 20 штук в день подряд. И он внезапно потом умер. Что за этим может стоять? Как его можно было выжить или спасти? Что делать? Ну, действительно, количество сигарет имеет значение. И имеет значение стаж, так называемый. То есть, как долго. Потому что курение, оно имеет, так называемый, кумулятивный эффект. Оно накапливается. Его вред накапливается. И высчитывается, так называемый, индекс курящего человека. Берется, сколько человек выкуривает в день. Вот в данном случае 20. Умножается на количество лет курения. Ну, например, там 20. И делится на количество сигарет в пачке. Это всегда 20. И вот таким образом 20 умножим на 20, разделим на 20. Мы получим 20. То есть, это так называемый индекс курящего человека. И вот достоверно известно, что если он больше, чем 15, то вред для курения организма не сомненен. А курение – это фактор риска не только болезни легких. То есть, в принципе, не только проблем пульмонологов. Это и шимическая болезнь сердца. То есть, опасность инфаркта. Это и тромбозы сосудов. И облитерирующий склероз сосудов конечностей. И язвенная болезнь желудка – фактор курения в первой пятерке риска. То есть, и, конечно же, тромбозы сосудов головного мозга. Поэтому, да, к сожалению, вполне может быть, что курение стало причиной. А спасти его, ну, в первую очередь, конечно же, это прекратить курение. Это первое, что нужно делать. Ну, и плюс лекарство, соответственно, результатом какого-то обследования. Радиограмма. Есть мнение, по крайней мере, я неоднократно его слышал, так что, якобы, я подчеркиваю, якобы, некоторые доктора курильщикам с большим стажем, ну, уже, скажем так, на закате своего биологического пути, говорят, ну, зачем тебе бросать? Тебе уже все равно. То есть, человек, условно говоря, он курил там 40-50 лет. И, говорит, ну, мне бы протянуть еще немножко там, годков пять лишних пожить. Да, говорит, слушай, все равно, говорит, не поможет. Не бросай, говорит, не мучайся. Ну, конечно, ни один врач, обладающий современными знаниями, с этим не согласится. Потому что, во-первых, продолжительность жизни, да, конечно. И тут в первую очередь вот нужно работать именно с молодыми людьми, с людьми первой половины жизни. А для людей второй половины жизни еще и понятие качества жизни. То есть, а как ты живешь? А ты можешь сделать гимнастику? А ты можешь сходить за хлебом? А ты можешь взять свою сумку из магазина и подняться с ней на третий этаж или на пятый этаж, не останавливаясь на втором лестничном пролете. А ты можешь собственную постель заправить, не задохнувшись. Вот о чем речь. И если уж мы углубляемся в курение, то иногда начавшаяся вот эта обструктивная болезнь, изменение, как разогнавшийся поезд. И остановить его не так-то просто. Уже человек, ну, как я называю, и поумнел, и курить уже перестал. Но запустившиеся патологические изменения, болезнь, еще не спешит остановиться. Поэтому, конечно, лучше, если это решение принимается до 40 лет. Но в любом возрасте прекращение курения, я очень часто в своей работе, вот и даже сегодняшний день не исключение, сталкиваюсь с людьми, которые прекращают курить в 65 лет, в 70 лет. И все равно они чувствуют себя лучше. Хотя, конечно, вернуть их к нормальным показателям уже невозможно. То есть качество жизни. Ну, лучше, вот, допустим, хорошо, человек решил бросить курить. Улучшение он почувствует через день, через два, через месяц? Не совсем так. Сначала он даже может почувствовать некоторые ухудшения. Почему? Потому что курение нарушает механизм очистки легких. И внутри зачастую скапливается большое количество мокроты, секрета, которое плохо выделяется. При прекращении курения начинает оживать механизм очистки. Эта мокрота сдвигается, начинает идти на выход вверх. И частично она собой может перекрывать дыхательные пути. И первые 2-3 месяца может быть ощущение, что дышать стало вроде бы даже потяжелее, хотя далеко не всегда. Зато потом, когда дыхательные пути очищаются, вот уже мы ощущаем улучшение. Этот период, что, собственно, и не дает многим курильщикам прекратить. Ощущение, что, во-первых, нехватки именно психоактивного вещества, и, во-вторых, вот эта дышка. Но здесь прекрасно помогают лекарства, которые расширяют бронхи, выводят мокроту. Это лучше делать в контакте с врачом, если стаж курения большой, и уже есть проявления, хрипы, откашливания. Тот же самый кашель. Я курю, я кашляю. Это само собой. Но на самом деле любой кашель с мокротой – это поломка механизма очистки, который у здорового человека работает постоянно. Как все интересно. Очередной телефонный звонок. Елена Николаевна на связи. Елена Николаевна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, такой вопрос. Очень бы хотелось попасть к детскому бесплатному пульмонологу. Спасибо. Ну, я думаю, что это реально. У нас детские областные пульмонологи работают в областной детской клинической больнице, в областной поликлинике. Поэтому думаю, что это реально. То есть это в добром? Да, да. В городе Владимире в добром. То есть прийти, записаться, либо по бесплатному записи? Я не могу, конечно, сказать, что вот прямо сидит врач в пустом кабинете и ждет. Да, но записаться и попасть, да, конечно. Я знаю, даже по интернету есть механизм записи и, в принципе... Через госуслуги, да, да, да. Это не всегда так вот просто. Потому что есть у нас, например, даже регионы в Российской Федерации, где пульмонолог либо один на регион, либо вовсе нет. Потому что всего пульмонологов на всю Российскую Федерацию не дотягивает до двух тысяч. Вообще, во всей стране. Да, меньше двух тысяч врачей-пульмонологов. Поэтому почему? Он так вот, не так много. Такая дефицитная специальность? Ну, относительно, да. У нас регион в этом плане богатый. У нас без малого четыре десятка пульмонологов. Ну, большая часть из них взрослые. Ну, и детские тоже есть. Но, тем не менее, мы в более выгодном положении, чем многие другие регионы России. Очень интересно. Очень интересно. Ну, я предлагаю вот вновь продолжить разговор. Да хотя давайте мы от хронических заболеваний, пожалуй, поговорим о прививках. Я не просто так это говорю. Потому что сейчас ковидная волна вроде бы схлынула. Все вроде так на прививки уже посматривают искоса. Все прошло, все хорошо. Тем не менее, есть прививки от пневмонии, от пневмокока, грипп и все прочие-прочие-прочие болезни. Стоит ли пренебрегать прививочной кампанией? Вы абсолютно правы в том, что тема хронических болезней и тема прививок, она очень близка. Потому что кто первый и в первую очередь страдает от острых вирусных заболеваний? Это хронические пациенты. Потому что для них пережить обострение после гриппа, после ковида, зачастую смерти подобно. И сейчас вот в нашем регионе проводится очень большая работа по обеспечению прививками, вот этими вакцинами населения. Например, грипп. Вот насколько мы помним, масочный режим при ковиде, вот эти строгие меры, они нам обеспечили некоторый отдых от гриппа. Тяжелого, серьезного гриппа последние пару лет мы, в общем-то, и не видели. Но в природе пустоты не бывает. И грипп существует миллионы лет. Он никуда не денется, он все равно вернется. И мы должны быть к нему готовы. 60% населения, это вот правительством поставлены цели, 60% не меньше должны быть вакцинированы от гриппа, чтобы население было готово, так скажем, отразить, пережить эпидемию. У нас, например, на сегодня во Владимирском регионе только еще пока 38,5% вакцинированных. При этом в регион поставлено 600 тысяч доз. Но привито вот на сегодняшний день у нас порядка 250 тысяч взрослых, 256 примерно, и 120 тысяч детей. Еще огромное количество доз ждет, причем даже есть детская вакцина от гриппа, пожалуйста. И наше гражданское сознание, понимание, что не врач должен со шприцом бегать за тобой и отлавливать на прививку, а ты как член общества, даже если ты сам не болеешь тяжело, ты передаешь как звено эту эпидемию дальше, там кто-то погибнет. Если ты привит, ты не болеешь тяжело, или ты не болеешь вовсе, ты прерываешь эту цепочку, как вот эффект домино, да, когда они падают рядом, и вдруг пробел, все, падение остановится. Что касается гриппа. Что касается ковида, здесь с вакциной ситуация чуть получше в том плане, что больший процент населения уже вакцинирован от ковида, и даже двумя вакцинами, там порядка 70% целевой группы. Но дозы еще есть, еще вот на сегодняшний день порядка 70 тысяч доз присутствует. Более того, наш регион закупил сейчас так называемые назальные насадки для вакцинации. То есть уже в части случаев не надо делать укол, а достаточно в одну ноздрю брызнуть этой вакциной один раз, и все, и прививка сделана. Тоже уже в регион это поступает. Сейчас в основном у нас эта вакцина «Спутник» присутствует. Ожидается еще поставка «Спутник М». А что такое «М»? Ну, ослабленные, как более легкие. Ну, то есть «Спутник» есть, «Спутник» я знаю. Ну, да, более легкие варианты. И, конечно, пневмококка. Вакцина от пневмококка. Тоже вот нужно понимать, что это такое. Это как раз вот хронические наши легочные пульмонологические больные сейчас от пневмококка прививают всех детей первого года жизни поголовно, так называемый национальный календарь. То есть правительство выделяет деньги, и детишек прививает всех. Причем это не только защита от пневмонии. Хотя вроде бы пневмококк созвучно пневмонии. Эта инфекция дает тяжелые менингиты. Она дает сепсисы. То, что народ называет раньше заражение кровью. То есть инфекция, угрожающая жизни с присутствием микробов в крови. Она защищает от воспалений среднего уха. И, конечно, вот от этих самих тяжелых пневмоний. У детей эффективность защиты 90%. И взрослые, взрослые с хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердца, с заболеваниями почек, вот этой хронической обструктивной болезнью. Взрослым вакцина делается один раз. Заболеваемость снижается на 60% и более. Один раз в жизни? Да, один раз в жизни. То есть взрослым сделали, запомнили, что она сделана, чтобы не повторять ненужные. Она достаточно дорогостоящая. Она стоит около 2 тысяч. На регион тоже наша именно Владимирская область пошла, на мой взгляд, на прекрасные меры. По национальному календарю из бюджета порядка чуть более 11 тысяч доз поставлено. Еще поступит 9 тысяч доз. И наш региональный бюджет, вот департамент здравоохранения, все это обсуждалось, просчитывалось, выделялись средства, закупил еще 8 с лишним тысяч доз и ожидается еще 7 тысяч доз до конца года. Но эта вакцина не должна остаться лежать на складах, потому что она должна найти своих, так скажем, получателей. Еще очень, например, интересный момент. Вакцина от пневмонии сейчас полагается всем новобранцам. Она всем призывникам, идущим в армию, должна быть сделана, потому что молодые солдаты, когда они попадают в новые условия, плюс еще вот сейчас, например, будет призыв осенний, плюс стрессы, плюс всяческие ситуации неожиданные для них, и у них заболеваемость пневмонии очень велика. Бывали даже случаи, когда вспышки пневмонии, и, к сожалению, не всегда хорошо заканчивающиеся у молодых парней, не от каких-то военных воздействий. А в нынешней ситуации, когда она в плане призыва еще более сложная, вот и, пожалуйста, всего лишь нужно прийти в поликлинику, вакцина точно есть, есть во всех районах, есть в поликлиниках, сделать и забыть, и защитить себя от вот этих тяжелых последствий. Юрий Ильич, я предлагаю ответить на очередной телефонный звонок. Татьяна на проводе. Татьяна, здравствуйте, мы вас слушаем. Татьяна, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вот я хочу-то расспросить, чтобы мне объяснили. Я сама мама троих детей. Мне кажется, сейчас уже 60 лет. Ну, когда мои дети там были маленькие, у нас был очень хороший педиатр на участке, это Галина Васильевна Плеханова, царство ей небесное. Когда дети, у меня вот ребенок, когда ходил в детский сад, он болел ангинами постоянно, лаконарами, фолликулярами. У нас был очень хороший доктор на участке. Вот на данный момент, значит, сейчас моя дочка, она обращается только к платным врачам, потому что считает, что как бы на участке врачи не соответствуют своему качеству. Но я что хочу сказать. Значит, у нас вот знакомый человек, добрый, хороший, значит, он делал две прививки от ковида, вот, и умер от тромбоза. Это во-первых. Вот. Значит, потом, значит, девочка меня сделала, опять платной точкой сделала внучке, платный прививка от кемокока. Вот. Я не знаю, насколько можно доверять платным клиникам, насколько они добросовестны, и насколько они служат людям или деньгам. Спасибо. Вопрос подняться. Ну, в отношении вакцины от ковида, конечно, все мы помним вот эти вот наши опасения, наши страхи, что кому-то отрезали ногу после прививки от ковида и так далее, и так далее. Но сейчас уже, в общем-то, несколько лет мы живем в условиях пандемии. Конечно, есть какие-то совпадения. Есть случаи, где более серьезно, вот, например, зарубежные вакцины такие там, ну, не буду называть фирмы зарубежного производства, где тоже были вот возможные связи с тромбозами и так далее. Но в целом вот уже сейчас на миллионах людей показано, что опасности такой нет. Совпадения какие-то статистические. Могут быть. Вот, например, была одно время байка такая, что инфаркт миокарда может быть от огурцов. Почему? Потому что все, у кого развился инфаркт миокарда, ели огурцы. То есть, причем это отчасти шутка, отчасти это вот такая статистическая вещь, что начать просчитывать, и можно доказать, что есть связь. В данном случае, конечно, утверждать человека не стало, и как бы там шутить на этой теме не стоит, но на миллионах людей доказано, что нет вот такой большой опасности. Все вот люди, кого я лично знаю, и мои родственники, и я сам и так далее, не было осложнений. Хотя да, конечно, на миллионах случаев какие-то, может быть, и есть вещи. Что касается вакцины от пневмокока, то думаю, что платная клиника здесь сделала хорошо, потому что эта прививка действительно полезна. Другое дело, что эта прививка полагалась ребенку по национальному календарю. И вакцины изготовляют, делают не платные клиники, вакцины делают специальные фирмы и предприятия. И она может, эта фирма, ее поставить за бюджетные средства через бюджет Российской Федерации. Точно так же она может это продать платной клинике, которую уколит. Может быть, в более каких-то комфортных условиях, в удобное время. Это да. И если у человека есть средства, он этого хочет, это его полное право сделать в платной клинике. То, что они обманут, там, введут воду, ну, я, честно говоря, не знаю таких случаев. Потому что, как правило, все-таки в медицину, ну, не идут за тем, чтобы зарабатывать легкие деньги. Опять же, клясться там за всех нельзя, но вот все, с кем я работал, и люди в платных клиниках, очень часто это одни и те же люди, он работает в государственной клинике, совмещает в платной. Ну, что он, сменив халат одной клиники на другую, превращается в какого-то там преступника? Я думаю, нет. Другое дело, что стоило ли тратить эти деньги, потому что точно такую же, с такой же, так сказать, фабрики, фирмы, вакцину сделали бы и в государственном предприятии. Еще раз повторю, что вот у нас в области она точно есть. Она закуплена и ждет. Вот на этой позитивной ноте я предлагаю прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь. Вот и пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему в эфире программа «Врач на дом». По-прежнему у нас в гостях Игорь Валерьевич Петриков, врач-пульбонолог, главный пульбонолог Департамента здравоохранения и администрации Владимирской области. Игорь Валерьевич, перед тем, как уйти на рекламу, мы с вами говорили о пользе прививок. Я не могу пройти мимо двух, наверное, самых популярных, в кавычках, болезней. Это пневмония в простонародье воспаление легких и рак легких. Рак легких, он тоже выкашивает людей. Будь здоров, одна из самых таких неприятных, в том числе и в онкологии, болезней. Вот давайте на этом заострим внимание. Пневмония действительно, болезнь, к сожалению, достаточно частая и массовая. И ковид тоже нам дал скачкообразный рост этих болезней. Если раньше у нас, по нашему региону, по Владимирской области, в год где-то 6-7 тысяч людей переносило пневмонию, то с ковидом эта цифра без малого удвоилась. Потому что вирус тоже поражает легкие. И очень часто происходит такая, даже, можно сказать, путаница, когда вирусные поражения легких мы называем тоже словом пневмония. По сути, это так. Но это иногда, вернее, не иногда, а всегда. Это разные по своей природе внутри легких процессы. Но все равно это поражение легких. Поэтому пневмонии нужно разделить на микробные. Это нужны антибиотики. Антибиотики убивают микробов. И пневмонии вирусные. На вирусы, к сожалению, антибиотики действовать не могут. Поэтому зачастую мы уже, услышав слово пневмония, начинаем, не дожидаясь ничего, кушать или колоть себе антибиотики. И тем самым служим себе зачастую плохую службу. Потому что мы начинаем не спасать себя, а выращивать микробов, которые к этим антибиотикам привыкают. Это сейчас одна из таких самых больших проблем современной науки. Даже вот буквально 10 дней назад закончился в Москве национальный конгресс по пульмонологии. И один из симпозиумов, тема обсуждения, родник, который иссякает. То есть нужны новые антибиотики. А уже наука не успевает синтезировать новые формулы, новые молекулы, которые бы действовали на микробах. А микробы все интенсивнее осваивают существующие антибиотики и становятся к ним нечувствительны. Поэтому там, где пневмонии вирусные, там антибиотики очень часто и не нужны. Там, где бактериальные, да, конечно. Но, опять же, и прививки, которые в разы уменьшают заболеваемость. Ну, и контакт с докторами. Потому что очень часто лечимся-то мы в аптеке. Мы идем и говорим, а что мне попить от этого? А вот это можно. И зачастую фармацевты становятся вот такими вот консультантами, зачастую невольными. А до доктора дело и не доходит. Что касается рака легких, то, с одной стороны, очень большие успехи в онкологии, в части лечения. Если раньше это был однозначный приговор, был вопрос времени. Когда мы обнаруживали опухоль на ранних этапах, когда она еще небольшая, не распространилась, шансы были, особенно если это были радикальные операции, целые легкие удаляли, долю удаляли и так далее, то сейчас и очень большие успехи в лечении и специальными антителами, и в химиотерапевтическими препаратами. То есть, очень часто он становится даже излечимым, хотя раньше это было просто невозможно. Но все-таки лучше не курить и не попадать. Пример очень простой. Вот, например, в годы 60-е курящие женщины, все-таки это было редко. Было, конечно, но массовым это не было никак. Сейчас курящих женщин и курящих мужчин, ну, чуть ли не поровну. Так вот, с 60-х годов к середине 90-х у женщин обструктивная болезнь выросла на 390%, а рак легких стал догонять рак груди по частоте. Хотя раньше он абсолютно, ну, такой серьезной роли у женщин не играл. Сейчас сколько угодно. Вот простой пример. Да. Есть над чем задуматься, согласитесь. Однозначно. В 4 раза рост, это, конечно, это лихо. Да, это факт. Да. То есть в 2 раза в 10 лет? То есть в 2 раза в 10 лет? За 30 лет? За 30 лет? В 4 раза. Да. В 4 раза. Потому что вот это движение хиппи, вот это вот равноправие, уже там не затрагиваете гендерные всякие вопросы, что хочешь курить? Хочу, курю. Ведь раньше это было общественно осуждаемо. Ну, да, курящие дамы, да. Они прятались. Они прятались где-то там в уголочках, чтобы никто не видел. Сейчас это становится, к сожалению, вот может быть, я не прав, но в городе чаще увидишь зачастую курящую женщину на улице, чем курящего мужчину. Около офисов, около подъездов. Конечно, это надо все изживать. За собственные деньги себе же вред. Ну, будем надеяться, что вас услышат, в том числе и я. Еще бы я учел, какой момент. Ну, к вам это, по счастью, не относится. Вот многие женщины говорят, я когда была беременна, я не курила. Молодец, конечно, здорово. Но на самом деле курение, например, матери, в 20 раз повышает риск астмы у внуков. Не у детей, у внуков. Она может перескакивать через поколение. Так называемое метилирование ДНК отпечатывается на генах. И внуки могут бабушку-то и не знать. И жить где-нибудь в Америке или там в другой стране, так скажем. Но вот это вот метилирование ДНК, наши вредные привычки, откладываются и могут к ним переходить. Мы несем за них ответственность. Да. Не помню, кто-то из великих произнес, я, по-моему, уже отговорил, что при уровне современной диагностики здоровых людей не остается. Листок недообследованный, да? Да, пожалуй. Но, тем не менее, тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает. Это произнес Джованни Бокаччи, итальянский поэт и гуманист, аж 14 века. И в этой связи о желании выздоравливать, да и, наверное, о комфортной жизни я предлагаю поговорить. Проект «Легкое дыхание» сейчас у нас в Владимирской области очень-очень активно реализуется. По сути, это школа пациентов с бронхиальной астмой. И, вы знаете, я сейчас вспоминаю свое далекое детство, уже, к сожалению, далекое. Год 77-й или 78-й, начальная школа. И у нас в классе, не у нас в классе, в параллельном классе ходил худой, болезненный мальчишка. Все его жалели, и учителя говорили, ребятки, у него астма. Жалейте его. Вот он, семи- или восьмилетний мальчишка, он как-то не пришел в школу и сказал, что он умер. Вот она астма у ребенка. И сейчас об астме тоже приходится слышать много. Вы уже упомянули в начале программы, да, что где-то реакция на пыльцу, реакция на что-то и так далее. И смерть, смертность от этой болезни, насколько мне известно, бывает. Если вовремя не удалось прыскивать какое-то лекарство, вот такие вот, такие прыскалки-то бывают, да, я не знаю. Да-да-да. Не помню, как они называются, и неважно. Вот, то есть, что это за такой страшный зверь? Излечим ли он? Можно ли человеку жить, ну, хотя бы относительно комфортно и не бояться весной, когда все цветет, выходить на улицу? Не опасаясь, что вот вся эта красота тебе задушит. Вот был у нас такой драматург Островский, да, который написал драму «Гроза», в том числе, да, который мы все в школе проходили. Их просто несколько было Островских. И вот там, ну, Николай, да, «Луч света в темном царстве». Было такое. И вот мне иногда приходит это сравнение при разговоре об астме. Почему? Потому что это заболевание зачастую очень благодарно к лечению. Она очень хорошо на лечение отзывается, и при вот таком грамотном, правильном обращении с ним не мешает жить. Кто у нас зачастую выигрывает лыжные гонки, олимпийские игры? Норвежские лыжники. Норвежские осматики. Норвежские осматики, которые, это не миф, привозят, например, по 3000 доз, 3000 доз на команду, на соревнования. Вот этих прыскалок, которые называются ингаляторы, да, ингаляторы. И говорят, что это не допинг, а астматики. И это, как говорит молодежь, прокатывает, то есть это принимается мировым сообществом, что человек с астмой может выиграть Олимпийские игры. Послушайте, мировым сообществом, что только не занимается. Есть олимпийские чемпионы по плаванию в Олимпийской сборной США в некоторые года до 18 больных с астмой входил, в том числе пловцов, представьте себе нагрузки. Но это никого особо не удивляет. При правильном лечении очень часто астма не мешает жить. Но вот это правильное лечение составляет проблему. Очень важно подбирать лекарства, и очень важно правильно их применять, уметь их применять, и уметь их применять длительно, и контролировать себя. И вот мы в 2020 году обратились в фонд президентских грантов с просьбой помочь нам в организации проведения школы для больных астмой. И это было сделано, и проект уже работает третий год, 2020, 2021, сейчас 2022 год. Мы уже сейчас как сериалы считаем это на сезоны. У сериала первый сезон, второй сезон. Вот у нас сейчас идет как бы третий год, и вот в этом году будет начинаться седьмой сезон. То есть мы набираем группу, занимаемся с ними, ну, примерно месяц, причем раз в неделю, один час. Это, по сути, не обременительно. Абсолютно. Какие лекарства, как применять, чем отличаются, какие симптомы астмы, как себе помочь, если лекарства нет, какое лекарство на какое заменять, что такое аллергия, какую делать гимнастику, какие бывают психологические проблемы. И пациенту получает вот эту сумму знаний. Конечно, помешал ковид, когда вот большие группы собирать и так далее не очень-то получалось, народ привык к изоляции. Но сейчас потихонечку опять все встает на свои круги, и на минуточку более трех сотен пациентов уже обучено. И такому пациенту не нужно смотреть, вот это от чего лекарство, оно как, вот как с ним. Они-то все умеют, они все это знают на практике. И результат очень хороший, потому что действительно, вы правильно сказали, что от астмы можно и погибнуть. И если, например, лет 10 назад в доковидной эпохе у нас по Владимирской области по смерти от астмы стояли нули, и мы гордились этим, ни одной смерти от астмы нет, то, к сожалению, в последние несколько лет, пусть это не очень большие цифры, но это цифры. Не трагедия. Три, конечно, это жизни. И причем это не всегда пожилые люди, хотя, собственно, чем пожилые люди хуже, они также хотят жить. То есть, во-первых, вот это, но в первую очередь качество жизни. Когда вот сегодня с одним человеком мы говорили, молодым, прежде чем мне начать чистить снег около дома, я буду дышать ингалятором, потому что я знаю, что мне будет тяжело. Если я ночную и не подышу ингалятором, я сяду и буду задыхаться. Играть с ребенком, не говоря уже о том, что там с каким-то животным контактировать. Даже пыльца. Ведь для многих людей эти трагедии, вплоть до того, что люди уезжают в другой регион, где нет цветения, например, этого растения. Или они не способны выполнять работу. Даже есть такая версия, что Наполеон проиграл Ватерлоу, потому что у него была аллергия сезонная. И в этот день он плохо себя чувствовал, даже плохо соображал. Мы-то рады, конечно, что он его проиграл, потому что нам он другом-то не был. Но, тем не менее, насколько это может быть значимо и за рулем, и человек не выспавшийся, и человек, так скажем, несосредоточенный, очень большие потери. И вот мы этим проектом, в общем-то, даем людям возможность контролировать, даже можно предсказывать обострение. Есть методики, когда человеку еще и неплохо, плохо будет завтра или послезавтра. Но он уже сегодня может это узнать и принять меры. Вы знаете, мне в этой связи вспоминается высказывание, пожалуй, из самых известных писателей античности, Тацита. Он говорил, что лекарства действуют медленнее, чем болезнь. А вы говорите о том, что мы можем предсказать и предотвратить. Ну, к сожалению, Тацит не знал, что такое ингалятор от астмы. Потому что некоторые ингаляторы от астмы действуют за 5 минут. Замечательно. А если пользоваться ими регулярно, то и про болезнь люди забывают. Это тоже бывает, кстати, проблемой. Мне же хорошо, зачем я буду дышать? Хватит? Послушайте, а не будет перебора. Ведь есть такое понятие, как привыкание организму к лекарству. Я говорю по-простонародному. Вот мы с вами буквально 10 минут назад говорили, что к антибиотикам привыкают все эти микробы. Да, они питаться начинают иногда. Букашки эти нехорошие. Но ведь рано или поздно человеческий организм привыкает к любой пилюле. К любой абсолютно. Ведь врачи, ваши коллеги, они достаточно с некоторой регулярностью меняют тактику лечения. Да. Но, во-первых, это можно сделать и в лечении астмы. А во-вторых, вот это привыкание особенно опасно. Причем зачастую драматично опасно. Когда люди злоупотребляют ингаляторами, расширяющими бронхи. Потому что там человек, вот действительно, за 5 минут видит быстрый эффект. И другие лекарства, ну зачем они? Они когда еще подействуют? Я вот буду себе снимать приступ. А если начинается серьезное обострение, он брызгает 5 раз в день, 10 раз в день, 12 раз в день. Баллончик 200 доз он может выбрызгать за несколько дней. И начинается вот это привыкание, он уже не оказывает такого эффекта. Плюс токсическое воздействие на сердце. И когда вот эти ингаляторы только появились, мы в школе рассказываем об этом. Это были 50-е годы. Вот, например, в 56-м году была эпидемия смертей молодых людей в Лондоне. В Лондоне и одновременно, ну потому что это тоже англоязычный мир, Новой Зеландии. Выпустили на рынок ингаляторы. Люди радостно начали беспорядочно ими пользоваться. И просто находили с ингалятором в руке мертвых людей. Причем молодых людей. И таких смертей были десятки. Оказалось, что просто бесконтрольно расширять себе бронхи на фоне нелеченной, как следует астмы, тоже опасно. Поэтому, да, это привыкание, оно иногда служит плохую службу. Но на то и доктора, и на то и школы, чтобы правильно менять и предсказывать. Есть, так же, как, например, для гипертоника тонометр, для диабетика глюкометр. Есть приборчик и для астматика. Называется пикфлометр. Мы этому тоже учим. Ближайшие занятия, кстати, пользуюсь эфиром, начнется у нас 8 ноября в 18 часов на Каманино-25. Это по-старому, если старая химзаводская поликлиника. Сейчас это называется городская поликлиника номер 4, Каманино-25. На третьем этаже конференц-зал, 18 часов, 8 ноября. Вход бесплатный, свободный. Учим, даем, показываем. Приходите. То есть, человек может просто спокойно прийти, подняться на третий этаж? Конечно. Сесть, послушать, задать вопросы и так далее? Конечно, конечно. Для того и работаем. Очень интересно. А вот, кстати, вы сами видите эффект от работы этой самой проекта легкого дыхания от школы пациентов с бронхиальной астмой. Вот, на ваш взгляд. Конечно. Эти же пациенты ходят потом и как пациенты. Только те, кто не был в школе, мы с ними вынуждены снимать обострение, назначать, например, гормоны в таблетках, давать направление в стационары. А те, кто был в школе, в большинстве случаев, мы уже просто корректируем. Ну что, убавляем дозу? Убавляем. Ну что, как давно вы не были, все у вас хорошо? То есть, совершенно другой уже идет формат общения. Ну, еще надо сказать, что вот этот проект легкое дыхание, он включает в себя не только школу, там еще и есть цикл лекций для молодежи о вреде курения. Это учащиеся ПТО, это школьники, это студенты. Всего порядка 1800 человек задействовано было за эти годы. Потому что молодежи тоже нужно знать. Вроде бы прописна истина, что вредно курить. А почему? А как? А что? Тоже им это все рассказывается. Те же самые беременные, в школы материнства выходили с лекциями. Я вспоминаю, да, старую советскую штуку, то ли Хазанова, то ли кого-то еще. Говорит, стоят, курят мужики, говорит, курение – это медленная смерть. Они, говорит, отвечают, а мы и не торопимся. То есть, это в любом случае надо осознать. И вы абсолютно правы, в начале нашей программы сказали, что это, к великому сожалению, это осознают люди более старшего поколения, а молодежь, ну, что для них. Вот этот кумулятивный эффект – служит плохую службу. То есть, сейчас-то мне неплохо, 50 лет, да столько и не живут. А когда они приходят, ой, как хочется вернуться. Да ладно, 50 лет. Ну, по-моему, лет 18, кажется, что уже 30 это встречило будет. Ну, конечно, конечно, я уже так говорю, с запасом. А мы-то с вами уже все динозавры практически для них. Ну, это нормально, никуда от этого не уйдешь, это жизнь. Вы знаете, я вот иногда так говорю, относись к своему организму так, как ты относишься к своему автомобилю. Будешь ты заливать туда плохую тормозную жидкость, некачественную, вряд ли, если это твой автомобиль, он тебе нужен. Будешь ты пренебрегать техническим обслуживанием до поры до времени. Так же и твой организм. Он, конечно, хитрее, он в разы интереснее, сложнее и мощнее, чем любой механизм. Он сам восстанавливается, он может на любом топливе работать и так далее. Но если ты не соблюдаешь правила эксплуатации, не жди, что он будет долго служить. Потрясающее сравнение. Мне хочется верить, что наши уважаемые телезрители это обязательно оценят. Я вот уже оценил. К великому сожалению, я не могу прокомментировать ваше высказывание, ибо программа наша уже подходит к концу. Мне остается напомнить нашим уважаемым телезрителям, что у нас в гостях был Игорь Валерьевич Петриков, врач-пульмонолог, главный пульмонолог Департамента здравоохранения администрации Владимирской области Игорь Валерьевич. Еще раз огромное вам спасибо за то, что выбрали время, пришли к нам в программу. И мне хочется верить, что мы еще неоднократно с вами здесь увидимся. И автомобильно-человеческую тему обязательно продолжим в доступном всем нам. Приходите скорее на прививки, пока есть время, пока не пришел сезон гриппа, пока еще можно защитить себя и своих близких. Ну что ж, вот это будем считать напутствием нашим уважаемым телезрителям. Засимы заканчиваем программу. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. До свидания.